всем привет на связи королев роман время путешествия случается много интересных вещей но к сожалению не всегда получается все это снять либо не всегда получается правильно донести эту историю до зрителя поэтому я решил сделать небольшие вставки где я буду немножко пояснять что происходит что происходило либо что будет происходить сегодня будет интересная серия давайте посмотрим выезжаем из бацваны сейчас впереди нас ждет паром вот здесь пункт контрольно-пропускной все мы выехали сейчас поедем на паром я правда не знаю сколько паром стоит у меня денег мало осталось опять что-нибудь придется придумать как обычно специальный резервуар с антисептиком такое же был на въезде в бацвану но там было темно не получилось снять а на выезде вот сейчас посмотрите и также люди проходят по луже и также моют обувь на въезде в бацваны все колеса помыли можно ехать зомби а вот строится мост я думаю что через годик-другой уже паром нафиг не нужен будет можно будет спокойно по мосту ездить из бацваны в зомби прикол в том что вот здесь вот соединяются две реки слева чобы справа замбези все это получается одна река замбези но там остров он принадлежит нами бий вот это зомби а он та земля это уже зимбабве получается в этой точке соединяются четыре страны и река замбези ну что вы ехали в зомби граница из таких вот границ которые знаете такие тупые сколько я наверное пять или шесть разных окошек собрал ну паспорт штамп виза в паспорт самое простое это как бы я даже не считаю все заморочки всегда с тачкой карбон такс ну типа выбросы в одно здание надо идти платные дороги в другое здание надо идти с другой стороны надо заплатить за въезд машины в ну типа энтрансфель въезд в замблю третий получите разрешение короче блин такой геморрой реально еще потом в конце они конечно говорят вам нужна страховка идите там еще 20 баксов платить ну страховки я обычно покупаю потому что это всегда разводилово для всех я и стараюсь не покупать если только они не обязательно если вот их требуют на выезде если говорят мы тебя не выпустим за территорию пока ты не купишь страховку тогда я покупаю а если просто говорят чувак тебя будут там менты и тормозить у тебя будут большие проблемы это все фигни ливингстон это маленький городок на границе замбии и зимбабве там же находится знаменитый водопад виктория но сейчас речь не о нем а в отеле который находится там рядом отель авани известен отель тем что прямо сидя на террасе можно смотреть на водопад виктория а также то что там водится огромное количество диких животных и можно совершить пешие сафари и даже никуда не уезжая вот жира вот еще один в кустах никогда не был так близко к жирафам отель очень дорогой самый дешевый номер стоит порядка где-то тысячи долларов я никогда не жил в таких отелях дорогих самое максимальное наверное жил баксов 400 стоило за ночь в аэропорт ливингстона прилетало два моих друга с которым не предстояло проехать следующие четыре тысячи километров паша и серега серегу вы могли видеть в предыдущих сериях по африке он был практически самого начала он проехал со мной с мишей от барселоны до дакара а вот паша поехал в африку в первый раз паша познакомился с парнем предлагает уже оформить мою визу сделать приглашение в россию хороший уикенд провести паш ты как добропорядочный турист должен будешь у него что-то купить потом в конце блин серьезно я не знал вот эту трупость спасибо большое что ты не начали тогда он думал что ты думал он труп вы что ли я думал что он просто хочет просто интересный момент в том что водопад виктория находится прямо на границе зимбабве и замбии вообще-то название сложные они называют их проще зим и зам вот мы выходим на водопад на мост между замбии и зимбабве я еще не вышел но уже весь мокрый сейчас выйду но страны совершенно разные и в этих странах совершенно разное количество туристов замбия более развита в плане туризма и там с этим все в порядке но зимбабве зато более бедное и туристов там гораздо меньше что сказывается на ценообразовании например полет на вертолете над водопадом виктория в замбии стоит 350 долларов а в зимбабве 180 плюс мы еще небольшую скидку у них попросили потому что нас было трое ну собственно для этого мы и пошли в зимбабве причем пошли пешком а не на машине чтобы не тратить наше время и силы на перетаскивание машины через границу благо идти совсем рядышком I'm the pilot today yes i'm gonna fly you guys today it's my first flight okay so first fly sounds good so and we also can try that first flight with you guys it's also first flight for him and for me so everybody can try to be a pilot today okay guys welcome to Чикопокопо-хеликоптеры. Что это? Чикопокопо. Чикопокопо. Да. Чикопокопо-хеликоптер. Вот наш план полета. Наш маршрут выделен красным. Мы летим только к водопаду. Облетаем вокруг водопада и возвращаемся обратно. Забегая вперед, скажу, что понять водопад Виктория без полета над ним на вертолете очень сложно. Если с Ниагарским водопадом или Сугуасу все в принципе понятно, вода льется, то с водопадом Виктория все несколько иначе. Потому что он очень широкий, но в то же самое время та расщель, на куда она падает, очень близко находится к смотровой площадке и ты просто находишься в облаке воды. Поэтому лично я рекомендую всем полет на вертолете над водопадом Виктория. Это реально очень круто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И уже после вертолетной экскурсии мы вернулись обратно в Замбию, хоть водопад и находится на границе двух стран, но обзорная площадка находится в Замбии и вход на обзорной площадку следствен, так же с старной Замбии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я даже глаза не буду закрывать здесь. Ну, каждый понимает. Ну, что ж. Ну, и 160 долларов, да? Ну, 160 долларов, это, конечно, степенно, потому что лозунг нашего путешествия «Деньги не проблема». Ну, вот высота просто не та, я думаю. Ну, да, конечно, видно, что здесь не испытаешь тех чувств, которые обычно можешь испытать при банджо. А зато прикоснешься к реке Замбези руками. Главное, не головой по поясам. По поясам. Идем к водопаду Виктории. Сейчас купим себе пончо. Купим себе пончо, чтобы не промокнуть. Потому что воды будет дофигища. Точнее, даже не купим. А их дают в аренду за 3 бакса. 3 бакса и на выходе должны его сдать. Мы украем подготовку. Да, фишка в том, что надо надеть два пончо. Одна это не спасает. Сначала одеваешь эту. Давайте. Все, готов. Ну что, мы готовы полностью. Вооружены. А теперь они капюшоны, замотайся полностью. Экипированы и готовы к борьбе со стихией. Идем через дождевой лес. Ждем пока появится водопад в поле зрения. Вообще, самая фишка этого водопада в том, что, так как он очень узкий, то ты стоишь на самом краю. Ты стоишь прямо практически в потоках воды. И это очень крутое впечатление. Это эмоции, которые невозможно передать ни одной камерой, либо ни одним рассказом или фотографией. Это просто взрыв мозга. Ты понимаешь эту мощь и просто поражаешься. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как будто ты просто стоишь под дождем, в тумане Вообще непонятно, что здесь водопад Просто дофига воды Ширину почти километр И вот всю эту длину мы проходим Вот он Просто офигеть Это такая мощь, что не передать словами Никакая камера это не передаст Для тех, кто не видит Вот Это дядя Дэвид Ливингстон Он открыл водопад Виктории И назвал его в честь королевы Виктории Сделал бы на своем острове, открывал бы там что-нибудь Да, а королева Виктория благодарность ему за это назвала в честь него город, который здесь рядом находится В котором мы сегодня будем и жить Да, вот такой вот обмен любезностями Ну и после водопада мы позволили себе немного расслабиться Сходили на местный шопинг И посетили местное казино Вот такая игра Это на нарды, наверное, чем-то похоже, да? Нет, на нем съедает еще Первая покупка Паша купил себе шлепки Паш Вот покупка О, да Вот покупка Первая покупка Это первая Пашина покупка в Африке Это сувенирная покупка Это уже такая Это утилитарная, да Хотя, понимаешь, ты приедешь домой Будешь вспоминать про Замбию, Зимбабве Вспомнишь пепельницу А Паша приедет домой Будет приятно тебе, листок Да, он скажет Он скажет, что привез из Замбии Он скажет, розовые шлепочки привез Ты видел, давно хотел Предлагали поменять мои носки За четыре любых вещи За четыре души, можно сказать Я остался при них А почему? Потому что я их люблю Это мое все Если вам понравился такой формат Ставьте лайки Подписывайтесь на канал А также в комментариях можете написать Что конкретно вам понравилось Больше всего А на этом все С вами был Королев Роман Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok